Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мальчики и девочки! Я дядя Володя и наши с вами хорошие друзья Зайчонок Ушастик и Львенок Лёва. Мы рады видеть вас в нашей телевизионной студии на очередном занятии по русскому языку. На прошлой неделе мы начали думать о том, какую тему предложить для сегодняшнего урока. Ведь тема должна быть актуальной, она должна помочь вам справиться с теми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь в школе. И тема, как это бывает достаточно часто, вдруг пришла к нам сама по себе из-за того, что наш с вами хороший знакомый Зайчонок Ушастик получил четверку, когда писал очередной диктант. Ну, надо сказать, напомню, что Львенок у нас отличник, у него проблем с русским языком практически нет, а вот Зайчонок у нас такой твердый хорошист. Учится на твердые четверки, вот никак не удается ему справиться с основными правилами русского языка. И четверку на прошлой неделе как раз он мне и рассказал об этом он получил, потому что неправильно в диктанте написал несколько слов. И когда мы посмотрели его тетрадку, посмотрели те ошибки, которые Зайчонок сделал, то Львенок и предложил в качестве темы для сегодняшнего урока следующую, а именно правописание безударных гласных. В корне слова. И мы решили, действительно, тема интересная, тема нужная, тем более, что вы, ребята, в школе, наверное, часто пишете диктанты, и кое-кто из вас до сих пор может делать ошибки, которые связаны, точно так же, как и у нашего друга Ушастика, с правописанием безударных гласных в корне слова. Итак, тема нашего с вами сегодняшнего занятия по русскому языку – правописание безударных гласных. Ну, не вообще безударных гласных правописаний мы будем разбирать, а именно правописание безударных гласных в корне слова. Какая основная проблема, с которой вы, наверное, ребята, сталкиваетесь, когда пишете диктанты? Ну, и вот с этой проблемой у нас столкнулся на прошлой неделе наш друг Ушастик. Основной вопрос – все ли гласные нужно проверять, и какие гласные вызывают наибольшие сложности при написании каких-то слов. Имеется в виду гласные в корне. Поэтому первый вопрос, на который нам нужно сегодня постараться ответить, звучит следующим образом. Вот этот вопрос мы сейчас с вами увидим на слайде. Итак, какие безударные гласные в корне слова нужно проверять? Оказывается, что проверять нужно буквы А, О, И, Е и Я в безударных слогах. Вот эти буквы требуют проверки, особо тщательной проверки. Давайте еще раз посмотрим, какие же буквы в безударных слогах требуют проверки. Итак, буквы А, О, И, Е, Я в безударных слогах требуют проверки. Запомните, пожалуйста, ребята, эту серию букв. Ну, а давайте посмотрим примеры вот тех слов, с которыми нам достаточно часто приходится сталкиваться, и которые при написании, естественно, могут вызвать сложность. Такие слова, например, как катить, ходить, удивлять, светить, вязать. Вот обратите внимание, это корни, в которых присутствуют буквы А, катить, О, ходить, И, удивлять, Е, светить, Я, вязать. На корне, как мы с вами слышим, ударение не падает. Это безударные слоги. Следовательно, чтобы правильно написать то или иное слово, вот из этой серии, которую мы с вами видим на слайде, конечно же, нужно постараться правильно эти безударные гласные в корне слова проверить. Тогда мы должны задать себе следующий вопрос. А какие слова являются проверочными? Вот этот вопрос зайчонок и задал львенку, и львенок ему объяснил, львенок у нас отличник, напомню. Это правило он помнит очень хорошо и не просто помнит, а активно им пользуется. Так вот, львенок объяснил зайчонку, что проверочными могут быть однокоренные слова с ударным гласным в корне. Вот такое простое правило. Итак, давайте еще раз с вами посмотрим на вопрос и послушаем ответ. Итак, вопрос, который так мучает зайчонка. Какие слова являются проверочными? Правильный ответ, а вернее правило, которым мы должны пользоваться, звучит. Проверочными могут быть однокоренные слова с ударным гласным в корне. Давайте посмотрим на примеры. Далекий. Итак, у нас с вами в корне безударный а. Как мы можем проверить, какую букву нам нужно написать в слове далекий? Ведь ударение падает на второй слог, на йо. Значит, нужно нам с вами подобрать однокоренное слово. При этом на интересующий нас гласный должно падать ударение. Вот таким словом в русском языке к слову далекий является слово даль. Ну, я думаю, вы сами слышите, какой звук присутствует в корне у слова даль. И, я думаю, здесь ошибок уже на то, какую же букву надо написать в корне слова даль. И, соответственно, в корне слова далекий у вас быть не может. Это, конечно же, буква А. Следующий пример. Давайте с вами посмотрим. Светить. Опять на Е в корне ударение, к сожалению, не падает. Ударение падает на И. И возникает вопрос. Что же нам писать в этом безударном слоге? Нужно подобрать проверочное слово, однокоренное слово «ксветить свет». Если мы вот таким образом применим это правило, никаких сомнений в правильности того, что нужно написать в слове «светить» букву Е в корне у нас не останется. Итак, еще раз напомню вам правило. Его нам рассказал наизусть львенок. Это действительно очень простое правило. Итак, правило. Какие слова являются проверочными? Гласит, проверочными могут быть однокоренные слова с ударным гласным в корне. А теперь нам нужно с вами ответить на вопрос. Вот сейчас мы его увидим на слайде. Как проверить безударный гласный в корне? Оказывается, безударный гласный в корне проверяют ударным. Правило вроде простое, никаких сложностей здесь быть не может. Надо только помнить о том, что для того, чтобы проверить безударный гласный в корне ударным, надо, соответственно, изменить слово. Возникает, правда, вопрос, а как его надо изменить? Вот львенок, ну, у нас отличник, он считает, что это тоже несложно. Он мне подсказывает, что для вас, ребята, это важное правило, его нужно напомнить. Итак, напоминаю, для этого нужно изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Давайте посмотрим на слайде это правило. Итак, безударный гласный в корне проверяют ударным. Для этого нужно изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Давайте посмотрим несколько примеров. У нас есть слово доска. Как мы можем изменить слово, чтобы безударный гласный попал под ударение? У нас есть форма доски, множественное число. Доска — единственное число, доски — множественное число. Еще один пример. Бежать — это глагол. Как мы можем изменить слово так, чтобы этот безударный гласный е оказался под ударением? Мы можем подобрать к глаголу соответствующее однокоренное существительное — бег. Итак, бежать — бег. Если мы правильно подобрали соответствующую форму, тогда мы безошибочно будем знать, какую букву нам нужно написать в корне. Правда, есть еще одна достаточно сложная ситуация. До этого момента мы с вами разбирали примеры, не очень, с моей точки зрения, сложные. Но, как оказалось, зайчонок четверку за это получил. В общем-то, не для всех, наверное, с первого раза удается усвоить это правило. Но, тем не менее, пока что мы с вами говорили о том, как проверять безударный гласный в корне. И речь шла именно об одном звуке и об одной букве. А ведь в русском языке существуют многосложные слова и не исключены ситуации, когда слова могут содержать не одну безударную гласную, а даже две безударных гласных. Тогда возникает вопрос. Давайте мы его посмотрим на слайде. Вопрос непростой. Как проверить слово с двумя безударными гласными? Давайте посмотрим пример на следующем слайде. Пример слова «молодой». Три слога в слове. Ударение падает на последний. «Молодой». И возникает вопрос. Какие же буквы нам нужно с вами писать в двух предшествующих слогах этого слова «молодой»? Тоже не безнадежная ситуация. Оказывается, для проверки таких слов, то есть слов с двумя безударными гласными в корне, нужно подобрать не одно, а два проверочных однокоренных слова. Для того, чтобы проверить первый слог, можно подобрать слово «молод». А чтобы проверить второй, у нас есть еще одно слово в русском языке «молоденький». Вот использовав этот прием, это правило, мы можем проверить правописание слов с двумя безударными гласными в корне. Вот об этом, ребята, по просьбе Зайчонка мы сегодня поговорили. Напомню, речь шла о том, как правильно писать слова, которые содержат безударные гласные в корне. Я надеюсь, ну, по крайней мере, Зайчонок меня уверил, что это объяснение ему очень помогло, и он надеется на следующей неделе переписать диктант и, безусловно, получить за него пятерку. Я надеюсь, что и вам, ребята, наша передача тоже помогла разобраться с правописанием безударных гласных в корне. Наш очередной урок по русскому языку на этом подошел к концу, и мы с вами, я, дядя Володя, и наши с вами хорошие друзья Зайчонок Ушастик и Львенок Лева, мы прощаемся с вами. До свидания, до следующего урока.